Байки про байки и про байкеров от Алексеича Мото М С очередным выпуском программы «Байки про байки» Алексеич, привет! Добрый день! Как дела? Традиционный вопрос. Спасибо. Теперь переходим к теме нашей сегодняшней программы. Да, ну ладно уж, договори. Как дела? Дела? Хорошо. Стабильно. Стабильно тяжело, да? Это как в анекдоте. Позавчера было тяжело, вчера было тяжело, сегодня тяжело. Ситуация стабилизируется? Стабильность, да, стабильность. Ну что, сегодня мы немножко поговорим о ремонте чуть-чуть, немножко поговорим о настройке сцепления чуть-чуть и много поговорим о Соединенных Штатах, опять, как я понимаю, да? Конкретно об одном человеке. Да, хорошо. Но это будет не Джозеф Байден точно, да. Нет. Нет. Итак, поехали. А кто это, кстати? Да, ну слушай, многие в Америке-то не знают, а мы-то откуда тут у себя здесь маркизовая лужа. Итак, ну я не буду скрывать, это идет в некую догонку к программе, которая недавно была выпущена в эфир с участием Славы Басмача. Славе, большой привет, конечно. Да, жалко, не смог-то к нему заехать из-за внуков. Ехал, ехал, ехал и не доехал. Да, между прочим, тебя ждали. Да, я знаю, но... Ну, повинился, все, начни виноват. Да, 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 да. В принципе, да. Так вот, в программе с Вячеславом обсуждалась любопытная тема. Лоховской ремонт, который сделали где-то какие-то непонятные парни, залечив клиента, сказав ему, что мы сейчас поменяем тебе вот это или вот это, или вот это, у тебя будет уже не твои жалкие там две лошадиные силы, а четыре, ну, к примеру, и делают. Берут деньги с человека, а потом выясняется, что результат не достигнут в итоге. Переделывать это все безумно дорого. И хотелось бы расспросить тебя, как, во-первых, разруливаются такие ситуации, и что ты вообще можешь сказать по этому поводу? И можешь кого-нибудь изобличить? Не, я... Дай бог здоровья этим парням. Вот, они молодцы. Если бы не было таких парней, мы бы сидели вообще без работы. То есть, они тренируются за счет денег клиента. Мы все это исправляем за счет денег этого же клиента. Бедный клиент. И никто, и все счастливы, на самом деле. Поэтому кого-то там оскорбляют, ну, надо же на чем-то учиться. Ну, если человек доверился им, но не получилось у них, ну, в следующий раз получится. Нет, ну хорошо. А мы переделаем... Человек же должен отвечать за свои поступки. Если он взял там с другого человека кучу денег... Мы же не в 90-х, где там за все надо было отвечать. Нет, а я и не говорю о каких-то... Сейчас вообще никто ни за что не отвечает. Это вопрос-то государству. Деятельность не лицензируется. Государство не выпускает специалистов. Какие могут быть требования к механику, если государство не производит таких специалистов? Поэтому... А как он научился? Ну, это вот он так вот научился. Ну, хорошо, должна же быть некая этика просто в мотосообществе. Вот сделал плохо или вот говорил... Этика простая. Где бы тебе как бы не сделали, мы никого не оскорбляем, никого не ругаем. Мы просто тихо переделываем. Если человеку что-то кажется, это как бы он сам с кем хочет разбирается. Ну, мы говорим, вот есть вот такая проблема, мы можем ее сделать. Где ты там делал, что ты там делал, неважно. Мы все разбираем, собираем как нужно. Кто виноват? Мы не судьи, мы не занимаемся судебными этими издержками. Да не об этом речь. Не о мордобой же речь. Человек потратил деньги, да, под обещание каких-то перемен в мотоцикле. Перемены не настали, а деньги он взял. Ну, по логике вещей, тот, кто обещал, что будет лучше, должен деньги вернуть. По логике, да? Ну, элементарно же. Спасибо за реплику. Как бы все же договариваются заранее. Если получится, такая сумма не получится, такая сумма. Тут уже такие бредни, мы попадем, что не разберемся никогда. Конечно, работа была произведена, но получилась неудача. Вы знаете, чем отличается хороший сервис от плохого? Хороший сервис, приезжаешь, и тебе говорят, у тебя такая-то проблема, мы ее делаем. А плохой сервис, приезжаешь, они, давайте поменяем вот это, а давайте поменяем вот это, а давайте поменяем вот это. Но ничего не происходит, давайте поменяем еще вот это. То есть, как бы, парни экспериментируют, тренируются, клиент за это платит. Если человек это все устраивает, то, слава богу, появилось много ненужных новых деталей в мотоцикле. Но, вот, а когда люди уже давно работают, как бы, есть опыт, они уже знают, в каком мотоцикле какая проблема, как она решается, и что для этого надо. И чаще всего вот так вот, раз, я помню, у меня один мой шеф давным-давно попросил, говорит, машина едет, едет, и, говорит, и встает. И все, я на эвакуаторе домой, утром прихожу, завожу, она опять едет. Что делать, не знаю. В общем, говорит, на тебе машину, на тебе документы. В общем, решай этот вопрос. И я, говорит, уже все объездил, ничего мне не могут сделать. Я в пару сервисов заехал, да, они что-то подключают, компьютер, делают глаза по 6 копеек, все отлично. Все отлично. Но я пошел другим путем, начал выяснять, кто самый лучший в этом городе, разбирающийся в этих мерседесах. Мне сказали, там, такой-то, такой-то человек, работает он теперь вон там-то, вон там-то, езжай к нему. Ну, я больше не стал по сервисам ездить, я сразу приехал к нему, я говорю, вот такая-то, такая-то, он говорит. А это, говорит, реле максимальных перегрузок. Вот тебе реле, у меня их тут вот, несколько штук, вот тебе реле, вот открываешь капот, вот здесь вот слева, вынимаешь свое старое, втыкаешь это новое, и все. А почему на компьютере? А компьютер не сканирует его, он видит, есть контакт, есть контакт, все. А то, что он, когда хочет, тогда отключается, то есть реле максимальный, который бережет весь машину всю, а вот каких-то нестандартных всплесков электричества, чтобы не погорели другие штуки. То есть это предохранитель, по сути. То есть есть контакт, нет контакта. Да, и вот примерно у нас точно такая же история. Вообще на мотоциклах есть такие узлы, которые компьютером вроде как чекаются, как нормальные, а в реале... Да, я привез из Америки мотоцикл, включаешь в компьютер, все идеально, но мотоцикл не заводится. Все крутится, все моргает, все светится, но мотоцикл не заводится. Бензин идет? Все отлично, но не заводится. Да, не может быть. Все, везу человеку мозгоправу, он вскрывает эти мозги, находит эту микросхему, которая за это отвечает, вынимает, вставляет другую и все заводится. Оказывается, мозги контролируют и проверяют все, кроме механических, то есть все электрические датчики, он тебе может показать... Кроме себя самого? Что, кроме себя самого, если у него что-то случилось, он сам себя не тестирует. То есть, ну, типа, видно, подразумевается, что вообще туда никто не лазит. Это кроме нас, наверное, туда никто не лазит. Какого американца, это как это, я встретил испанского владельца сервиса по ремонту Харлеев, который говорит, «А у вас это осыпется? Да, да, а это да. А с приемниками что делаете? Они это, умирают. У меня, говорит, уже 10 штук, говорит, лежит и никого не надо». Да, я, говорит, это беру и покупаю на eBay, говорит, другое, втыкаю им, и они дальше ездят. А так, говорит, тут лежат все без звука. Я говорю, ну, я вожу человеку, который мне это все перепаивает. А я всю Испанию объездил, у нас никто не перепаивает. Я говорю, а у нас небольшой город, 6 миллионов, и есть люди, которые перепаивают. Ну, честно говоря, усомнюсь, мне кажется, за границей тоже, ну, нельзя так прямо их считать за лохов, что у них нет человека с паяльником. Нету, нету. Он говорит, я поднял все, он это, из МС, поднял всех, кого только никто не делает, все покупают на eBay. А там схема такая, значит, вот этот Хамон Кордон и два Рейла, которые держат весь лопух на электричке. И к ним прикручивается этот Хамон Кордон. И эти два винта, значит, они прикручиваются к этой Рейлы. И эти Рейлы, они живут какой-то своей жизнью. То есть они шевелятся, они шевелятся. А одна часть приемника, это усилитель громкости. То есть это микросхема громкости своими тоненькими-тоненькими усиками прикручена к ней, чтобы тепло как бы уходило. И вот эта штука переламывает эти усики, и нужно эту микросхему вынуть и поставить просто другую, и появляется звук. То есть, погоди-ка, погоди-ка, значит, какой-то элемент усилителя для охлаждения прикручивается прямо к железному, ну, к раме, грубо говоря. Да, по сути, это механическая проблема в электронике. Жесть какая, надо знать. Да, ну, все, у нас меняет, там даже не врубается. Ой. Байки про байки и про байкеров от Алексеевича Мото-М. Ну, так хорошо, а попадались ли тебе вот эти вот ситуации, когда кому-то, то есть кто-то сделал плохо, человек приезжает, есть в слезах, и вы все это переделываете? Ну, наверняка попадалось. Можешь какой-нибудь пример любопытный привести из практики? Да нет, попадалось, но как бы... Мы сейчас без имен, конечно, не-не, просто... Нет, конечно, попадалось. Ну, например, вот что обычно делают? На самом деле, в каждой мастерской люди имеют право на ошибку. И из каждой мастерской приезжают какие-то мотоциклы, которые мы переделываем, и точно так же переделывают после нашей мастерской мотоциклы. Ну, естественно, все это как бы держится так, как у нас теперь ассоциация. Теперь, да, я к этому еще не перешел. Но мы на самом деле и до этого такую технологию практиковали. То есть клиент должен быть просто всегда доволен. И зачем ему лишние вот эти вот стрессы ненужные, когда эти вопросы можно решить спокойным путем. Только умные люди из врагов делают друзей, а дураки из друзей делают врагов. Зачем нам это делать? То есть в итоге, если ты накосячил, ты должен бесплатно исправить. Или вернуть деньги. Это нормально. Зачем доводить до того, чтобы сперва один механик сделал, другой механик это увидел, сказал клиенту. Клиента накрутил, клиент прибежал, блин, сюда с истерикой. В итоге все равно результат один и тот же надо или сделать, или отдать деньги. Так можно пропустить вот эти вот конфликтные ситуации. Во-первых, время экономится, нервы, и все счастливы. Вот, поэтому вот так вот мы и работаем. Байки про байки и про байкеров от Алексеевича Мото М. Плавно переходим к сцеплению, и нельзя сказать обратного. И не всегда сцепление плавно переходит само в себя, правильно? Да. Да, вот если ты вот так вот сделаешь, вот просто чтобы напротив было, да-да-да, во, во, во. И еще раз, да? Да. Во, слышишь, совсем другое дело, да. Мы с Алексеем Марченко настраиваем аудиоаппаратуру. Да, совсем другое, да. Да, да, и так, настройка сцепления, важный сейчас момент, как и вообще всякие настройки весенние, да. Люди и так-то отвыкли, ну, сейчас уже вот привыкает, мотосообщество уже много понавыкатывалось. У меня в Выборгском районе так вообще беда, они там где-то, где-то они рядом с моим домом, а дом у меня рядом с Шуваловским парком неподалеку. И где-то они там надыбали какое-то место, где можно ночью, ну, так, хорошо отжечь, там, прохватить. Какой-то кусок, конечно, то есть, если бы ладно, они бы разогнались все от Шувалова и уехали к чертовой матери куда-нибудь там по городу кататься. Нет, они где-то разворачиваются и обратно. И вот такой вот всю ночь. Да, ну, это лирика. Переходим к сцеплению. Многие сейчас хотят привести в порядок разные узлы мотоцикла, в частности, сцепление. Прошу. Да, в общем, каждый раз, когда подъезжает какой-нибудь мотоцикл, ну, чаще всего почему-то Харлеи, вот, я все время машинально подхожу ко всем и трогаю ручку, рычаг сцепления, и машинально всем начинаю регулировать. То есть у меня уже такой, видно, профессиональный бзик. Ну, вот, и, как выясняется, люди не врубаются, как оно работает, и для чего нужны какие-то механизмы рядом с этими ручками. И они не понимают, для чего они нужны. И, ну, упорно не могут понять, почему передачи перестали хорошо включаться, перестали плохо выключаться, блин, там, в общем, какой-то дисбаланс. Трогаться начинают в другом месте, но они не могут понять. То есть сцепление вроде не буксует, а что-то не так, ну, что не так, не понимают. А, допустим, на обыкновенном японском мотоцикле всегда у ручки стоит такое колесико. Их два. Одно колесико, значит, отконтриваешь, подворачиваешь. У каждого там мотоцикла есть норма, там, люфт 3 мм, там, 2 мм, 5 мм. То есть сцепление не должно, ручка, быть прижата к своей ответной части. То есть там всегда должен быть малюсенький зазор на момент, там, поворота куда-нибудь или еще что-нибудь. Или всегда люфт очень большой, или всегда его нету. Если нету, то, значит, сцепление все время подбуксовывает, и оно быстро изнашивается. И чтобы сберечь сцепление, нужно все время следить за этой ручкой. У Харлея немножко по-другому. Там на самом рычаге нету регулировки. Она находится на самой рубашке. То есть между коробкой и рулем посередине, где-то на уровне оси переднего колеса, есть такой чехол резиновый. Такой прям гофрированный, такой сантиметра-полтора в диаметре. Там, может, поменьше чуть. Вот. Его снимаешь. И там механизм. Там, значит, один ключ на что-то такое на 3 восьмых, другой на 1 вторая. Ну, в общем, грубо говоря, на 13 и на 14, в конце концов. Ты отжимаешь, то есть расконтриваешь эти два винта. И с помощью двух рук, четырех пальцев, ты трогаешь ручку и прибавляешь. Тем самым ты убираешь или прибавляешь люфт. То есть если прибавляешь, то ты понимаешь, что ты прибавил, увеличилось, это плохо. Да, ну то есть ты взял, покрутил, покрутил в обратную сторону. Опять законтрил и опять чехольчик этот надел. И все, у тебя немножко получше стали переключаться передачи. Это любой человек может так сделать? Да. Для этого чаще всего в Харлеях есть запасные, как бы, и эти всегда, вот эти два ключа, они всегда есть. То есть это вот то, что должен делать уже сам пилот, сам владелец, сам райдер, сам байкер. То есть ехать, чтобы тебе подрегулировали сцепление на другой конец города, бессмысленно. А бывает так, что ты поехал в путешествие и вроде все нормально было, но что-то износилось за время. И ты, если знаешь, как это, ты можешь подрегулировать вообще там в пути, где угодно, становился ты поджал, да? А вторая регулировка, вторая регулировка, из-за которой можно приехать и нужно уже приехать в сервис, это регулировка непосредственно в самой корзине. То есть для этого нужно регулировку, про которую мы сейчас только что сказали. Отконтрить и свести на середину, то есть ослабить, чтобы ручка болталась. Потом, значит, снять подножку или, может, там не мешает подножка, но, в общем, открутить, там, если Evolution или TwinCam, там, пять маленьких винтиков и снять крышку. И вы увидите сцепление, то есть это все на праймаре делается. И вы увидите, значит, само сцепление. И, значит, там такая довольно-таки большая гайка и винт, в котором шестигранник дюймовый. То есть как бы гайка накручена на винт и можно его расконтрить и законтрить, да? Да, значит, у меня уже есть головка, к ней приварен, значит, механизм такой, но это копия оригинального инструмента для регулировки сцепления. То есть просто головка сквозная, потому что тебе нужно шестигранник-то оставлять. Ты откантриваешь и вот этим шестигранником довинчиваешь до конца, упираясь в шток, потому что доходишь до штока и делаешь по инструкции на полтора-два оборота. Обратно как бы, да? Обратно, да. Но, как показывает практика, становится еще хуже. Сейчас люди раз так, знаешь, зачеркивают то, что записали авторучкой. Я, короче, сперва делал два оборота, становилось хуже, потом полтора, становилось чуть лучше. В общем, я пришел к выводу, что это или пол оборота надо сделать, или 0.75, вот так вот. Это для наших изношенных российских Орлеев вот столько. Да, то есть я чуть-чуть это убираю, потом, значит, вот этим вот дырявой, короче, головкой все это законтриваю. Опять прикручиваю вот эти пять винтов в эту крышку праймери, круглую, естественно. Главное, чтобы она была не квадратная. Да, кстати, на тряпочку лучше положить, а не на асфальт, чтобы она не царапалась. Вот, и уже обратно вот этот механизм, который на рубашке посередине находится, на тросике сцепления, уже доводим и выбираем себе люфтик, там, два, три, четыре миллиметра, ну, чтобы, короче, был люфт. Зажимаем, одеваем опять эту гофру, и у вас начинают переключаться передачи. Потому что ко мне приезжают люди, и говорят, я только с ноги переключаю. Как это? Бью, просто механизмы изнашиваются, и все уходит, и нужно периодически регулировать. Это не значит, что ты купил, и это всю жизнь теперь будет вот только так. То есть все время нужно подстраивать. А сколько стоит такая работа, настройка сцепления на Харлее? Ну, примерно. Я думаю, там, пятьсот тысяч рублей. И не очень долго, да, знающему человеку? Ну, да, это... То есть ему это можно заехать, купить себе там чашечку... Просто можно это сделать самому, просто делать можно самому, но ключом туда не подлезть. Головку, если вставишь, то не просунуть шестигранник. И, в общем, искать головку дюймовую, а потом ее пилить, а потом приваривать. Проще приехать и сделать. Вот, вот и все. Но это можно сделать самому. Байки про байки и про байкеров. От Алексеевича. Мото-М. Переносимся в страну, где правит демократическая партия во главе с Джоном Байденом. Но это сейчас. В те времена, о которых пойдет речь, наверное, были... Там был какой-то смуглый парень. Какой-то барак. Ага, ну вот. Человек-барак. Тоже демократ, между прочим. Человек-барак Обама. И у тебя сломалось сцепление прямо во время правления этого президента. Да, 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 да. Значит, сцепление... Не совсем сцепление. Самое грустное, это когда на Харлее лопается тросик сцепления. Звучит это как бы легко. Допустим, если у тебя лопнул тросик сцепления на Триумфе, то, чтобы его поменять, ну, нужно пять минут. А вот чтобы Харлее поменять, то это надо снять выхлоп. Больше времени. Это снять надо выхлоп. Это снять надо лопух. Выдернуть оттуда, снять крышку, слить масло с коробки. В общем, это... А просто нельзя как-то соединить там, сплести? Нет, там такое усилие на Харлее, там мощное сцепление, там ничего не получится. Хотя был вариант, доктор из хулиганов. У него порвалось сцепление точно так же, как у меня. Но порвалось в Абскове, в какой-то деревне. И там какой-то кузнец-вакула. Он говорит, ну, слушай, мне надо как-то доехать, что-нибудь придумай. И вот он из тросика сплел ему кольцо. Как он это сделал? Мы потом меняли этот... То есть это было сплетенное кольцо, закрученное, приклепанное. Он сделал просто петлю. Туда вставил этот штифт. Там у Харлея другая система такая. Просто штифт вставляется. И вот он на этом сцеплении доехал. Ну, то есть можно, но не в Америке. Там люди так не могут. И поэтому, естественно, мы подъехали к Далласу. Даллас это в Техасе. В Далласе, кстати, убили какого-то президента. Было дело, да. Кеннеди. И вот, короче, мы приехали. Сперва поднялись на вышку смотровую. Она как раз над тем местом, где убили президента. И там все можно было увидеть сверху. Весь город, всю долину. Слушай, ну скажи... Очень понравилось, очень красиво. Мы там много времени провели. Ну, ты видел там вот место, где снайпер сидел, якобы, да? Но удобно было снайперу? Хорошая видимость. Да, но там же это старинное здание было. Это якобы типа человек, бывший в Белоруссии когда-то. А на самом деле снайперы сидели сбоку, когда дорога раздвояивается. И вот там же несколько было. Там вообще запутанная история. Но дело не в этом, значит. Мы спустились с этой башни, сели на эти мотоциклы и едем по этой как раз дороге, где застрелили президента. Где ехал Кеннеди, да? Но памятник Кеннеди почему-то не на этой дороге. Он как бы сзади этой дороги, вот в старом как бы городе. Ну, то есть, ну, совсем недалеко. И вот проезжая, значит, это место... Но ты вообще волновался? Там же постреливают. И ты по тому же самому месту едешь? Ну, в Техасе вообще все с оружием ходят. Просто во всех машинах оружие там, все нормально. И, короче, как раз вот в этом месте такой щелчок такой. Я подумал, ну, опять началось. Но, думаю, в Харлее что-то щелкнуло. Это не к добру. Я думаю, пока едем, я пока не буду за сцепление, за рычаг браться. Ну, может, пронесло. Ну, так не бывает. Ну, и тут следующий светофор. Клац. А там уже все, ручка болтается в воздухе. Все, лопнуло вот это алюминиевое кольцо, в которое как раз вставляется этот... Тросик. Тросик, и все. То есть, получается, тросик целый. Тросик целый, но он, видно, там уже закис, пропилил в рубашке там с какое-то место. И вот его там закусило. И он уже просто сам в себе от старости, видно, лопнул. Господи, ну что ж ты покупаешь такие старые мотоциклы? Мотоцикл был 2003 года. Ну, я купил в Америке, чтобы проехать по Америке. Ну, да. Там с него везде текло. Я это масло думаю, надо поменять. Там масло все черное. Я открыл пробку, а там даже прокладки нет, ни шайбы нет, ничего. Я из пробки из-под Кока-Колы вырезал себе шайбочку такую, прокладочку, закрутил. Вот с этого момента там все перестало течь. Залил масло. Старое масло сдали мы в автосервис. В общем, все нормально. Единственное, что я там сделал, это поменял только масло. А так это просто мотоцикл от забора. И я поехал. Ну, это же Карли Дэвидсон, дилерские кругом. Ну, да, Америка. Да, ну и в общем, так как мы познакомились сразу по прилету, у нас Слава познакомилась с этим Зайцем, президентом братвы. Ну, не та братва, которая МС, а та братва, которая стала просто не МС, а просто как бы клубом. И вот этот Олег, значит, он дал, у нас, говорит, две чапты, одна в Майами, а одна в Далласе. И дал мне телефон двух президентов. Я сломался и там, и там. И больше нигде не ломался. Вот это вот меня очень порадовало. И я сразу звоню этому, значит, этот тоже Олег. Он, кстати, тоже работал, он работал на дилерской Харли Дэвидсон. Но в этот момент он занимался в Далласе баней на дровах. Ну, как бы... В смысле, парился в бане или строил? Нет, он построил баню, и тогда этих реднекеров водил париться в бане. Вот у него такой был бизнес. Я не знаю, что он ему приносил, но я ему благодарен за то, что он такой подъехал на машине. Ливень идет. И вот, а все хулиганы, значит, поехали селиться в отель. Причем отель был шикарный. Вот четыре номера, выходящие к бассейну. Четыре номера. Вот вся поляна, это четыре номера и бассейн. И ты как на балкон выходишь... Все свои. Да. Причем он стоил каких-то безумных денег, но Гриша Жук договорился по 40 долларов, когда он стоил там то ли 80, то ли 70. Вот. У нас же много, типа оптом, дешевле. Ну и все, значит, поехали туда. Остался с нами, естественно, Женя. И мы с женой, значит, два этих... Путешественника. Два путешественника. Но мы как бы дотолкали до такого парка красивого. Он такой современный. Стеклянные какие-то статуи стоят. В руках у них что-то было. Вот. И, значит, он... Этот говорит, вас куда? К дилеру или к Рику Фаргасу? Мы говорим, зачем дилеру? Мы дилера уже видели очень много. А Рика Фаргаса не видели никогда. Он говорит, тогда к Рику. Сейчас я от Рика тебе этот... Вам вышлю это. Куатор. Эвакуатор. Эвакуатор. Значит, что самое забавное в Америке? Если у тебя есть страховка, то страховка покрывает эвакуатор. То есть ты можешь написать, что я сломался, вот эвакуатор, вот бланк, верните мне эти деньги. И возвращают. Да, и возвращают. Но дело в том, что так как деньги возвращают, эвакуатор стоит 170 долларов. На минуточку так, да? Вот государство деньги отмывает. Да. Ну, в общем, приезжает Додж Рам. Прицеп. Значит, хозяйка этого Додж Рама. И... И мексиканец, не говорящий по-английски. Он, значит, рулит. А у нее, видно, права отобрали, потому что она, видно, байкерша, вся в татуировках, и перегаром от нее пахнет. То ли она просто... Ей нельзя сейчас. Вот, значит, нас посадили на заднее сидение Додж Рама, закатили, значит, мотоцикл, и дали мне планшет, в котором я сидел, должен смотреть за своим мотоциклом, как он там, это, болтается в этом прицепе. Я... У нас так не делают, конечно, но прикольно, там, планшет. В общем, они... Подъезжаем мы к Рику Фаргасу этому. Смеркалось. Льет дождь. Уже холодно. Осень все-таки, октябрь, конец октября. И какое-то, значит, сооружение в темноте, и какой-то маленький мужичок закрывает мне на амбарный замок, значит, свой шоурумчик такой. И мы такие подъезжаем. Он говорит, а что? Мы говорит, ну, к тебе. А вы откуда? С Россией? О, не хотите у меня посмотреть? Мы говорим, там вот мотик сейчас поставим. Он говорит, ну, смотрите, у меня как классно. Мы говорю, завтра придем с экскурсией. Он говорит, все, вам сделаю экскурсию. Ну, и мы в номера, значит... На мотоцикл там оставили. Сгрузили, оставили ремонтироваться. Мотоцикл, причем оставили, заехали на территорию, бросили его просто посередине и уехали. Вот, значит, утром возвращаемся. Значит, компания называется Stroker Dallas. Ну, я не знаю, это 3 гектара бетона, бетонного пола, то есть такая база. Это все его. Значит, есть ворота. Рядом с воротами стоит, значит, татуировочный автобус. Там делают татуировки. Дальше идет бар. Бар тоже называется Stroker Dallas. Это вот настоящий байкерский бар. Где сидят эти мамочки. Байкеры татуированные, мамочки все татуированные. И тут заходят, значит, русские байкеры. Дети татуированные, младенцы татуированные. И тут, значит, одна такая прожженная такая Welcome to Texas. Вот мы наконец-то и в Техасе, блин. Вот. Дальше, значит, идет шоурум. Вот. После этого шоурума ты проходишь дальше. То есть на территории каждую субботу, воскресенье байк-шоу. Там, значит, две сцены. И стоят катушки от этих, от кабелей. Ну, кабель. Угу. Не животное. И, короче, продается пиво. Там, значит, как бы такой бар открывается уже вовнутрь. И каждую субботу, воскресенье, причем я на него подписан, там каждый день приезжает полиция, потому что, видно, кончается все какими-то драками. И он там что-то с ними там трет. И там полный этот двор полицейских. Ну, я по-английски читать не умею, но что-то у него всегда там весело. Вот. А дальше идут, значит, такие ангары, ангары. И они такие все увеличиваются, увеличиваются по высоте, по ширине. В общем, когда мы пришли в экскурсии, он, значит, нас выстроил. Значит, у него вот этот шоурум. Потом, значит, шоурум где со штряпьем. Потом, значит, где продаются мотоциклы. Он, оказывается, дилер Виктори. Я говорю, почему Виктори? Он говорит, потому что все Харлеями, а я, говорит, Виктори. Мой, говорит, друг Орлинес, если хотите, говорит, созвонимся, заедите к нему. Он, говорит, разработал этот мотоцикл дизайны. И, говорит, естественно, я, как бы, по плату взял это дилерство. И он, короче, куча всяких смешных вещей делал на эти Виктори. Подножки там все нам на лазере резал. Молодец такой. В общем, покороче, значит, кастом-зона, просто рем-зона, дальше, значит, ну, естественно, магазин оригинальных запчастей Харли Дэвидсон. Потом, значит, запчастей его. Потом, значит, дальше идет, значит, стоят уже готовые мотоциклы кастом-клиентов. Ну, не знаю, ну, 100 штук стоит вот этих кастомов. Вот, на стенах какие-то супер-трубы висят. Все, мы там посмотрели, все флейки, качественно так все сделано, все дальше. Он говорит, что, дальше пойдем? Ну, да. Дальше, значит, такой же павильон, это все его мотоциклы. То есть, павильоны из его мотоциклов личных. Мы такие, ну, блин, еще так. Он говорит, что-то понравилось ему, говорим, да. Главное, значит, у нее есть такой Чекана, ну, это же все-таки бывшая Мексика, Чекана, и это, ну, такой весь флейк, как мотоцикл, значит, муэрта, все смерть, значит, и все мы такие, ух ты, ходим, ух ты, ух ты. И такая страшная, страшная какая-то женщина нарисована. А он говорит, а это моя жена, она мексиканка. Так на нее смотрит, смотрит, смотрит. Потом на наших такой, не, ну, у вас-то бабы получше, конечно. Это правда. Он такой, значит, на нее, ну, там красиво все сделано, ну, такой Чекана такой. А он говорит, ну, слушай, давай этот, дальше. Он говорит, ну, дальше, говорит, это, мои машины. Он говорит, ну, пойдем, посмотрим твои машины. Ну, стоит ангар из его машин. Ну, там эти все и старинные, и современные, и все покрашены в ее цвета. У нее такие психоделические цвета. В общем, тачки огонь. Просто спорткары там, ну, просто коллекция такая. Больше, чем на 100 тысяч долларов? Каждый. Каждый автомобиль. Вот. Он говорит, что, вам реально понравилось? Он говорит, первый раз я вижу, что людям нравилось. Он говорит, да она вообще все нравится. Он говорит, ну, тогда я вам покажу свою коллекцию микроавтобусов. Мы такие, пошли. Там вообще Клондайк, там старые, новые, все переделаны. Это я на сорфе катаюсь, на этом езжу. Это на рыбалку. Это я лошадей вожу. Это я туда, там с прицепы какие-то. Трайк из скутера там. Ну, в общем, там вообще безумие какое-то. Фотографии есть? Видео, фотографии, да, куча, блин. У меня даже ВКонтакте есть. Короче, идем обратно. Значит, пошли его кабинеты. Так, это овальный кабинет. Здесь, он оказывается еще совладелец 10 каких-то компаний. Но совет директоров и все директора компаний собираются здесь на совещании. Поэтому большой, огромный зал с кожаными креслами и белым, огромным овальным столом. Они там все решают. Ну, дальше проходим. Дальше комната. Комната пустая, абсолютно. И на ней, значит, такая пластмассовая, бетонная, какая-то лошадь с седлом настоящим, кожаным. А это что такое, Рик? А это, говорит, когда меня эти достают вот этим в овальном кабинете, я, говорит, закрываюсь, сажусь на лошадь, говорит, и отдыхаю. А если сильно, говорит, устаю, я, говорит, тогда еду на свое ранчо, которое у меня там в степи есть, сажусь на лошадь, шесть часов катаюсь, говорит, по прерии, возвращаюсь, говорит, как огурчик, говорит, все сняло. А тут, говорит, это такой временный релакс. Дальше, значит, этот кабинет, в котором я сам сижу, и никто ко мне не приходит. А вот следующий кабинет с сложенным сидением, там сидят все, но я к ним не прихожу. он, там я всех принимаю. Вот здесь, говорит, сижу, работаю, когда, значит, я работаю, у меня дверь закрыта, ко мне никто не приходит. Я дам уважаемому собранию справку, что это рассказ про сцепление, вообще-то. Да, сцепление хороших людей друг с другом. и дальше. А еще какие были кабинеты? Вот, а потом кабинет, в который уже приходят все, там висят хоряшечки всякие, там все дипломы, все чемпионы, там где он там был. Вот, и там уже, если он там сидит, тогда можно зайти и спросить что-нибудь там у него. Потом, значит, проходишь дальше, иконостас из фотографии. Больше всего он гордился своей фотографией своего племянника или внука, который служил в Афганистане снайпером. Ну, он сильно им гордился, но мы так покивали, типа, ну, как-то, вот. И много очень интересных фотографий, там, еще он там в детстве, ну, то есть, все про него, все, иконостас его, все, его или его родственников. Вот, и опять, через уже, через вторую дверь, мы заходим опять в шоурум, и вот, значит, и стоят, куча мотоциклов, там, произведения искусства. Это тот человек, который придумал Рама Банан. Так, на всякий случай, справочка такая. Значит, Рама Банан, это вот такая вот труба, не знаю, трехсотая, наверное, ну, не трехсотая, наверное, 150-180, вот такая вот труба, она же является Рама, и она является бензобаком, и к ней уже там маятник приделывается, и вот, значит, мы как раз видели, как фура уже открашенные, или просто железные, грузились в разные страны, разъезжались. Он торгует, как бы, этими Рамами, он их придумал, производит, и ты уже там навешиваешь уже мотор, Харлей, там, руль другой, там, колеса другие, и, по сути, у тебя получается крутой кастум, почти от Рика Фаргаса, ну, такое вот производство, вот, и дальше, значит, куча всяких футболочек интересных, вот этих всех мексиканских, и там, логотипы у него такие классные, и я такой подхожу, говорю, хочу сыну футболку, Рик, можно, 45 долларов стоит, говорю, можно хотя бы за 25, или там, за 30, да, подойди к кассирше, кассирше, это моя дочка от первой жены, а вторая кассирша от второй жены, и от третьей жены, вот эта бухгалтерша у меня. Они все поставят печать, да, и ты, вот подойди к моей, это, младшей дочке первой жены, и она, и она, это, тебе, это, делает скидку, я подхожу, говорю, это, ну, скидку мне, Рик обещал, да пошел он в задницу, он всем обещает скидки, какие скидки, нам деньги нужны, давай, блин, 45 долларов, и свободен все, ну, ты же не побежишь к Рику, Рик, мне там, это, твоя дочка обидела, ну, и вот такая вот американская, легкая разводка, и всем приятно, и история появилась, вот, две минуты осталось, две минуты есть две минуты, со сцеплением, то что? Сцепление, короче, мне поменяли, но Рик сказал, что с этим колесом я тебя не отпущу, поэтому поменяли еще и колесо мне, в общем, 550 долларов, как с куста, сколько? замена сцепления и одного заднего колеса, 550 долларов с работой, со всеми скидками, без скидок я вообще не представляю, сколько было бы, вот, значит, вышел, то есть я пошел, оплатил, значит, вышел с листом, с простыней, и, значит, выходит такой механик, который мне делал, это тот, который делал, но я видел, он на подъемнике стоял, этот чувак все крутил, там все, подошел, одевает, значит, касочку, застегивает, садится на мой мотоцикл, заводит и уезжает, я такой, опа, а что это за хрень такая, иди, получай мотоцикл, и какой-то чувак получил и уехал, мы такие с женой стоим, минут через сорок он возвращается, он возвращается, он, наверное, на автобан ездил, во всех режимах проверил, такой, подъехал, говорит, ну, все отлично, забирайте. Ой, Алексей Марченко в программе «Байки про байки» с рассказом о замене сцепления в Соединенных Штатах, я думаю, что все-таки замена колеса заднего и тросика сцепления все-таки дешевле у тебя в мастерской, да? Да. Но, далеко было просто. До новых встреч, спасибо большое, что пришел, удачи, успехов, и всем того же самого. До свидания. Счастливо. Счастливо.